Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Погода в доме. В Чувашии начинается отопительный сезон. В соцпакет или деньги. До 1 октября льготники должны определиться с формой поддержки. Кросснации 2020. Чувашия присоединилась к Всероссийскому дню бега. Выплаты пособий гражданам, которые во время пандемии остались без работы, продлены до октября. Напомним, начислять 3000 рублей на одного ребенка сверх суммы выплаты по безработице начали еще в апреле. Но правительство страны дважды продлевало этот срок. Получить эти деньги может только один из родителей. Так как до этого выплаты были рассчитаны только до 1 сентября, образовалась задержка. Обещанные средства до регионов еще просто не дошли. Последние транши, которые поступали за стекшие две недели, это 50 миллионов и 70 миллионов. Но их недостаточно было для того, чтобы покрыть задолженность у пособий по безработице. Сейчас они продлены до 1 октября. Соответственно, дополнительный объем потребностей возник. И на сегодняшний день мы ожидаем вступление очередного федерального транша для того, чтобы закрыть возникшую задолженность. Олег Николаев поручил держать ситуацию на контроле и своевременно реагировать на обращения граждан, оставшихся без работы. Соцпакет или деньги. Важен обдуманный выбор. До 1 октября инвалиды и другие категории федеральных льготников могут подать заявление об отказе или возобновлении социальных услуг на следующий год. В Чувашской республике принято более полутора тысяч заявлений об отказе от полного соцпакета либо его отдельных частей. Когда самочувствие не доставляет человеку особого беспокойства, легко податься соблазну и заменить натуральные льготы денежной выплатой в размере 1155 рублей в месяц. Но специалисты советуют не торопиться. Болезнь развивается внезапно и проблема наступает внезапно. К сожалению, человек не может предугадать ситуацию, как дальше сложится ситуация с его заболеванием. И поэтому отказываясь от соцпакета он рискует тем, что оказавшись один на один вот в такой жизненной ситуации, затем ему будет сложно покупать эти лекарственные препараты в плане их дороговизны. В социальный пакет входят обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, саниторно-курортное лечение и компенсация проезда на железнодорожном транспорте до места лечения. На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право 11 категорий лекотников. Это инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и некоторые другие категории. Если, предположим, ты приходишь в эту аптеку и какого-то лекарства нет, ну это очень редко бывает, на следующий день или через день работники аптеки в обязательном порядке сообщат, что лекарство поступило, придешь и возьмешь лекарство, которое тебе необходимо. Задержки практически нет, поэтому... Леготники могут принять решение о форме получения социальной государственной помощи раз в год до 1 октября. Для того, чтобы вновь начать получать олиготные лекарства, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Я заболел онкологией, и там уже получилось так, что надо возвращаться к соцпакету. С помощью врачей я быстро, как произвел эту операцию, вернулся к соцпакету, и вот по сей день я пользуюсь соцпакетом. Меня это устраивает. В этом году лекарствами по льготе обеспечено более 13 тысяч жителей Чувашии. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. Чувашия планирует расширить сотрудничество с Республикой Крым. Об этом стало известно на совещании избранного главы Чувашской Республики Олега Николаева с членами Кабинета министров. Напомним, что еще в 2014 году Чувашская Республика подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Крым. О торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Сейчас многие разделы важного документа будут расширены и обновлены. Напомним, что Чувашия достаточно активно продвигает на полуостров свою продукцию. Перечни, электротехнические изделия, оборудование для пищеблоков, детские игровые площадки, трикотаж и удобрения. Наша задача, на мой взгляд, сегодня, с одной стороны, обобщить всю эту практику, которая имеет место быть в рамках вот таких двусторонних взаимодействий. И самое главное, чтобы органы исполнительной власти Чувашской Республики стали, с одной стороны, координирующим органом, с другой стороны, в неких моментах драйвером реализации данного соглашения. Уже этой осенью Чувашию может посетить правительственная делегация Республики Крым. По просьбе избранного главы данную инициативу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудил депутат Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков. Делегация Республики Крым готова посетить Чувашию в октябре месяце. На мой взгляд, это более правильный вариант. И нам в этом формате удастся максимально широко, максимально предметно и содержательно представить тот потенциал Чувашской Республики, который мог бы быть востребован в Республике Крым. Участники совещания обсудили перспективы реализации новых возможных проектов. Ольга Семенова, Республика. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашской Республики на уровне РУА. Прогноз по рейтингу стабильный. Специалисты агентства положительно оценивают рост доходов и расходов бюджета Чувашии за полгода на 14% и 21% соответственно. Отмечают высокую диверсификацию налоговой базы и социальную направленность бюджета. Долговая нагрузка региона находится на низком уровне. Управление долговым портфелем является эффективным, что позволяет существенно экономить на процентных расходах по обслуживанию госдолга Чувашии. В пяти районах Чувашии начался отопительный сезон. В ближайшие несколько дней тепло дадут еще в трех муниципалитетах республики. Готовность социальных объектов по региону более 95%. К теплу подключили пока социальные объекты Канажского, Маргаушского, Чебоксарского, Ядринского и Урмарского районов. В ближайшее время теплее станет в детских садах, школах и больницах и Бресенского, Комсомольского, Шумерлинского районов. В остальных подготовка продолжается. На сегодня готовность объектов в социальной сфере составляет 95,8%. В полном объеме завершены работы по подготовке объектов в соцсфере и оформлены паспорта готовности в 16 муниципальных образованиях. Завершены работы по подготовке объектов на неоформленные паспорта готовности в Маринско-Пасадском и Парельских районах. Не завершены работы по подготовке объектов в социальных муниципальных образованиях. Это Батринский, Бурнанский, Красночитайский, Шумерлинский, Шумерлинский, Ядринский районы и города Хаватрик и Чебоксары. Завершаются работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2020-2021 годов. Централизованы системы теплооснабжения, оборудованы сегодня в 1929, многоквартирный дом. Из них промытые и опрессованы в 1925. Для начала отопительного сезона нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней была ниже 8 градусов. По данным синоптиков, на этой неделе нас ждет потепление. Уже завтра термометры покажут от 14 до 19 градусов выше нуля. Однако тепло в школы, детские сады и другие соцучреждения может быть подано и вне графика, отметил избранный глава Чувашии Олег Николаев. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор. Подать раньше тепло для того, чтобы нам в том числе не допустить всплеска инфекционных заболеваний. Это не только коронавирусные инфекции, но и ОРВИ, и других заболеваний, которые являются базой для того, чтобы дальше развивались инфекционные заболевания. Поэтому вот здесь нам надо очень сейчас быть внимательными. И степень готовности имеет очень важное значение. В Чувашии продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того, по-прежнему активно идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Во многих медицинских учреждениях завершились ремонт и модернизация в рамках нацпроекта здравоохранения. О синергетическом эффекте всех программ в отдельно взятом муниципалитете наш сюжет. С начала реализации программы «Земский доктор» в Чувашской республике заключено около 500 договоров о предоставлении единовременных компенсационных выплат. Лидером по приему «Земских докторов» и фельдшеров является Канарский район. Когда я узнала, что существует такая программа, я решила приехать в район. Такая, как из Канарского района, и поближе к своему дому решила приехать именно сюда. Эта программа мне очень помогла, так как я смогла приобрести жилье, благоустроить его. В рамках национального проекта здравоохранения в Канарской ЦРБ отремонтировали инфекционное, фтизиатрическое, хирургическое, терапевтическое, стоматологическое и детское отделения. Детское отделение сейчас имеет семь палат. Из них две боксированные для новорожденных и пять палат общего типа. Имеется процедурный кабинет, достаточно количества медикаментов для базисной терапии и оборудование. Есть электроотсосы, два электроотсоса централизованной подачи кислорода. В обновленном здании созданы все условия для полноценного лечения и комфорта пациентов. До ремонта старого терапевтического отделения тоже лежат, там тоже очень хорошо было. Но в новом здании лучше, удобно, красиво. Также в Канарском районе строятся новые фельдшерско-акушерские пункты. До конца сентября откроется новый ФАП в деревне Кармамеи. На этом месте сначала был старый ФАП. Вот этот старый ФАП мы снесли, помогало нам население. Это со стараниями населениями мы ему почистили. И у нас начала стройка в июне месяце. Сейчас нам построили новый фельдшерско-акушерский пункт, который большой, красивый, светлый. Все новые мебели, все новые оборудования. Сейчас хочется тут работать в этом красивом здании. В ближайшее время свои двери распахнут и другие ФАПы Канарского района в деревнях Асхва и Вурмана-Анишева. Инесса Потапова, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика. В региональном отделении «Единой России» подвели итоги прошедших выборов. Партия сохранила большинство во всех районах, городах и поселениях республики. О расстановке сил и о работе с наказами избирателей шла речь на встрече с журналистами. На выборах в Чебоксарское городское собрание депутатов в 21-мандатных округах и из 21-го жители столицы выбрали депутатов «Единой России». Рейтинг доверия избирателей составил более 35%. Народные избранники намерены разработать план действий, основанный на наказах избирателей. «Хотят жители то, что ближе к их дому. Это дороги, школы, садики, сфера ЖКХ. То есть то, что они рядом видят, благоустроенные территории, благоустроенные дворы, чтобы не было нигде дыр в асфальте. В общем, такие простые проблемы, которые мы должны решать. С 2015 по 2020 год мы многие вещи даже перевыполнили по социальной сфере, по садикам, школам, по многому другому. Мы где-то, может, чуть не добрали. Но также мы сейчас с 2020 по 2025 год те наказы, которые сейчас получили, будем выполнять, исполнять. То, что обещали, конечно, все будет выполнено». «Единороссы» участвовали фактически во всех уровнях муниципальных выборов. Уставное большинство по итогам в самых крупных городах Чувашской республики – Чебоксарах и Новочебоксарске. Руководитель Новочебоксарского отделения «Единой России» уверен, это результат проводимой социальной политики. «За последние шесть лет три детских садика было построено в городе Новочебоксарске. Понимаю, что демографические вопросы, вопросы обеспечения детей, рождаемости – это приоритетные вопросы нашей партии. И мы сегодня в комплексе решаем эти проблемы. Мы сподвигли, мы благодарим сегодня молодые семьи за то, что они рожают, за то, что идут на второго, на третьего ребеночка. Ну и, конечно, задача исполнительной и законодательной власти – всех уровней обеспечить детскими садами, школами, для того, чтобы они не испытывали каких-либо проблем в получении образования различных уровней». Впервые за много лет на выборы главы Чуваши партия не выдвинула своего кандидата, а поддержала самого движенца Олега Николаева. Ему уже оказали доверие и коллеги из «Справедливой России». Тем интереснее должна быть расстановка сил в Госсовете республики через год. «После выборов, что еще очень важно, чтобы были приняты решения о том, кто возглавит депутатские группы «Единой России» в городских районных парламентах и поселенческий уровень и так далее. И, конечно, для нас очень важно, кто возглавит сами городские районные собрания и кто станет главами поселений и прочее. Поэтому сейчас «Единая Россия» занимается кадровыми вопросами и ритмично проводятся заседания президиумов регионального полицовета. Коллеги рассматривают кандидатуры, согласовывают инициативы местных отделений или не согласовывают. То есть у нас вот сейчас проводится внутренняя кадровая работа, чтобы дать новый импульс развития нашим городам и районам Чувашской республики. Чувашия для путешествий и путешественников. О том, куда можно отправиться в родном регионе и что интересного есть в нашей стране, любители приключений рассказали сегодня на форуме. Такую встречу путешественники организовали в республике впервые. С утра велопробег, вечером обмен впечатлениями. Таков формат форума. Любители путешествий поделились лайфхаками летних маршрутов. Показали путевые фоторепортажи и велодефиле. На связь из США вышел известный чувашский путешественник Никита Тяньже. Он добрался до Америки еще до пандемии и пока остается там. Участники планируют записать видеообращение к тем, кто сделал поездки по интересным местам своим жизненным кредо. Еще раз путешественники намерены собраться через год. В этом году я ездил на велосипеде, доехал через Кострому, Ярославль, Кинишму до Вологды и вернулся обратно через Вологодскую область. Главным образом путешествия – это духовное развитие, это общение с природой, это укрепления физические. Потому что до путешествия, например, я часто болел до своих путешествий, в путешествиях я вообще не болею. Лучший гармонист живет в Козловском районе. Подведены итоги республиканского фестиваля конкурса народного творчества «Чувашские переливы». Александр Никаноров прекрасно играет на гармонии. Он художественный руководитель Шибылгинского сельского дома культуры. Гармонь для него больше, чем увлечение. За победу в разных номинациях боролись более 80 участников со всей республики. Так что самобытное народное творчество не только живо, но и успешно развивается. В качестве приза Александру вручили сертификат на покупку гармонии. В субботу Чувашия присоединилась ко всероссийскому забегу «Кросснации». В республике на старт вышли более 9 тысяч любителей здорового образа жизни. В Чебоксарах около тысячи человек пробежали по Московской набережной. Даже холодный день – не повод отказываться от оздоровительной пробежки. Представители учебных заведений, предприятия и организаторы собирались на Московской набережной заранее. Из ограничительных мер в программу «Дня бега» внесли изменения. «Кросснации» у нас в Чувашии проходят 17-й раз. Это, я считаю, праздник для всех любителей бега. В этом году, конечно, в усеченном таком формате, до 18 лет спортсмены не допускались на старт. Поэтому количество, наверное, любителей бега меньше стало. Но самые такие стойки, ветераны, тут организации все пришли, все пробежали. На самом деле это праздник для людей. Открылась программа «Кросснации за бегом на тысячу метров». Колонну руководителей предприятий и организаций, членов правительства депутатов возглавила избранная глава Чувашии Олег Николаев. Еще месяц назад он писал в своих социальных сетях, что начал подготовку ко дню бега. Я очень рада, выхожу на пробежку в 5 часов утра, потому что все уже на работе. Но мне радостно, что я каждый день почти вижу одни и те жилицы, которые традиционно выходят в 5 часов для того, чтобы сделать утреннюю пробежку. Самым массовым стал забег любителей спорта, в котором стартовали представители разных возрастов. Пробежателей пройти в хорошем темпе один километр вышла и старейшая участница – Миранда Кольцова. Ей недавно исполнилось 90 лет, но она никогда не пропускает в такие старты. Я дома делаю зарядку каждый день. Я хожу, знаете, очень много. Я еще работаю в Кооперативном институте, председатель Совета ветеранов. Провожу уроки мужества со студентами первого курса, со всеми, которые приходят к нам учиться. И я всегда говорю, задача, ребята, учиться, учиться. И не забывать спорт. Спорт – это здоровье, удача. Это дает молодость. Пожалуй, самой громкой была команда Московского политехнического института. Они стартовали одной большой группой и также финишировали. Мы – политех, большая, единая семья. Вышли на старт и профессиональные спортсмены. Девушкам предстояло пробежать один километр. Быстрее всех его преодолела студентка Чувашского госуниверситета Наталья Мараракина. Кросснация – первое массовое городское мероприятие после пандемического перерыва. Спортсмены не участвовали в стартах почти год, а от этого были особенно нетерпеливы. Хорошо, что правила не строгие и со старта не снимают. Кросснация – не просто шанс пробежаться на свежем воздухе. Для многих это и возможность продемонстрировать форму, которую приобрели и летом. Мы прекрасно понимаем, что нужен сильный иммунитет. И сейчас пандемия, к сожалению, пока еще полностью не прошла. И плюс мы понимаем, что в осенне-весенний период есть еще и обострение гриппа. Поэтому иметь сильный иммунитет – это не только важно для борьбы с пандемией, но еще и для хорошего самочувствия, для того, чтобы не болеть гриппом и двигаться вперед. В Аллатыре на старт вышли около 400 горожан. Сразу после ВИП-забега следовали массовый старт и эстафета. Команды, призеры состязаний были награждены грамотами и медалями. Всего почти 9,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне бега. Кросснации. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Георгий Кривошеин. Республика. Таковы главные новости понедельника, 21 сентября. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok